Приветствую вас, Михаил. Какая, собственно, разница сейчас? Правильно ли вы поступили или нет? То есть, если вы уже поступили, какая разница? Мне думается, что вы уже как-то поступили, вы уже что-то сделали, вы уже как-то на эту историю повлияли, и мне думается, что не имеет значения, правда или нет. Вам бы здесь спросить себя, хотите ли вы, ну, поступали ли вы так, потому что вам этого хотелось, или поступали ли вы так по какой-либо другой причине, неважно в принципе какой. Вот. Это первый момент. Второй момент. А вы говорите, по сути, о расплате, да, то есть, ну, вот эти люди, с которыми вы работаете, они там сквозь на вас смотрят, начались гонения, Ну, вот. И мне, Михаил, лично не совсем ясно, давали ли вы себе отчет в том, что так будет, когда, собственно, защищали жену, ну, когда вот сказали мужу, мужу вашему другу про жену его. Вот. То есть, опять же, не совсем понятно. То есть, такое ощущение, да, что вы вот поступили так, потому что у вас был импульс определенный, и все. А последствия, которые могли быть у того, что вы так поступили, ну, вы как-то вот для себя лично не, ну, вы как-то вот для себя эти последствия, ну, не увидели, что ли, вот. Вот. Не увидели, не отреагировали их эти последствия. Вот. Такое ощущение, что сейчас для вас это все стало новостью. Вот. Либо, либо из-за того, что на вас начались гонения, и эти люди сказали другу, что ничего не было, да, вы начали сомневаться в том, а правильно ли вы поступили. Вот. И здесь, на мой взгляд, опять же, не совсем понятная история, потому что... А жена где? Ну, а жена сказала, например, своему мужу, вашему другу о том, что это все-таки было, да? То есть, или вот как получилось, что друг поверил не своей жене, и не вам, а незнакомым людям? То есть, это вот, на мой взгляд, странно. И, на мой взгляд, эту вот как раз ситуацию, да, нужно, наверное, вам до себя прояснить. То есть, не, ну, поступили вы, конечно, может быть и правильно. Вопрос в том, готовы ли вы к последствиям, и сознаете ли вы последствия? Вот. Потому что, ну, как мне показалось, показалось, да, вот именно, как мне показалось, что последствия вы не очень, не очень вы готовы к последствиям оказались. Вот, а так, в принципе, ну, поступили вы, если вы поступили в соответствии со своими представлениями, если вы поступили так, как вы, ну, как вам видится верным, то почему нет? То есть, вот явные здесь проблемы с ответственностью, на мой взгляд. Дальше, как вас задевают гонения, вот этих людей, да, как вас задевают гонения и, собственно, задевают они вас. Потому что, ну, очевидно, что вы реагируете достаточно болезненно именно на то, что, ну, что вас отправят и на то, что на вас косо смотрят. Вот, то есть, помимо того, что это вопрос ожидания, типа, а чего вы ожидали, да, то есть, ну, вы ожидали, там, не знаю, благодарности от этих людей или, или, или что, вы ожидали что, что они вам, не знаю, спасибо скажут, да, или вот что, чего вы ожидали-то, как бы. Вот. Вот. То есть, это вот помимо того, что здесь такая история, и всё, вот история о том, как, как вас задевают, а, собственно, собственно, ну, как, как вас задевают то, что вот, а, на вас, ну, к вам теперь такое вот отношение, отношение вас теперь вот так, ну, так воспринимают. Вот. Вот. Это тоже очень важный момент. В целом, вы описываете довольно, довольно подробно, вы описываете треугольник Кирпмана, вот, ну, вот, когда, ну, говорите про себя. То есть, вы сначала, сначала спасаете, эм, кого-то, в данном случае это жена вашего друга, а потом вы расплачиваетесь. Вот. И, на мой взгляд, вы находитесь таким образом в состоянии жертвы. Вот. И, соответственно, вам из этого состояния, из состояния жертвы, наверное, лучше, лучше кто-то выходить. Вот. Вот. В принципе, ну, в принципе, эм, такой ответ я могу вам дать. Эм, вот, то есть я могу вам ответить. На этом все. А, я, надеюсь, что, эм, помог вам, эм, желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация ваша разрешится, вы сможете найти из нее выход. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...